Привет, ребзя! Привет-привет-привет! Юбилейный выпуск вашей любимой рубрики. Продолжаем смотреть ваши классные работы и искать компоненты. Погнали! Так, ну что, идёт запись? Да? Не устали там ещё? А то мало ли. Тогда осмотрим, кто первый. Антон нам шутейку прислал. Ну, Антон, только начинаю заниматься веб-дизайном, и вот он я. Здрасте, твоему великодушию просто нет предела. Спасибо тебе огромное, что не порадовал нас своим первым созданным фигме прямоугольником. Вот я прям целых два экрана накидал. Ну, а в чём прикол смотреть вот эти первые экран сайта? Сделай полноценную работу, и тогда получишь какую-то обратную связь. В чём прикол? Я только начал. Ты же, когда в транспорт заходишь, ты же не орёшь на всю поляну. Г-г-г-эй, я еду с вами. Я на той остановке стоял. А теперь-то я ворвался в троллейбус и еду с вами. Вот он я. Зацените. Нет, ты зашёл, тихонько втиснулся, и едешь до финального финала своего. Вот когда у тебя будет что-то, тогда я прислал. Ну, в чём прикол смотреть вот на эти корявости? Тут такой отступ, тут вообще отступа нету. Внутри какая-то дырка, как будто бы это надо вот сюда поставить, это вот сюда опустить. Тут Alt-H нажать. Вот смотри, насколько здесь разные отступы. Alt-H нажимаем, и сразу по центру. Тут что-то куда-то тоже уехало. Кнопки, что с ними такое? Почему настолько какие-то корявые пропорции? Горизонтальные кнопки должны быть горизонтальными, а вертикальные кнопки вообще надо на законодательном уровне запретить. Их не должно существовать просто. А тут что-то коряво. Это же один уровень. У тебя слева и справа должны быть одинаковые по размеру кнопки. Ну, почему тут такая малюска, а здесь такой большой назад? Ты как будто бы намекаешь, давай назад, зачем тебе эта корзина? Сделай их равномерными, одинаковыми по размеру. Смотреться будет хорошо, и будут они в иерархии одинаково. А так у тебя, видишь, какой акцент? Давай назад. Антон, учись прям в базе. Учись делать экраны, учись делать сайты. Когда сделаешь полноценную страницу, присылай, тогда и посмотрим. Ого, а кто это на обложку сделал? Ну, кто это у нас такой молодец? Ну-ка, ну-ка. Саша, привет. Первая работа, дело на курсе. ТЗ было. Так это, может, под контент было ТЗ? Мы-то под фон делаем 1920, а тут-то непонятно. Может, это надо было сделать ширину контента? Ну, а фон-то, само собой, 1920. Так что наезжать на них сразу не надо. А если тебя сразу сказали, макет шириной от края до края, ну, тогда это странный какой-то курс, на котором учат делать такие огрызки. Хорошо, что ты смотришь полезные ролики и знаешь, как потом сайты верстаются, как они потом в браузерах открываются. Это вот это было, а вот это стало? Блин. Не, ну оно, конечно, не мобазара, смотрится-то классно. Но контент где? Смотри, вот проводим линию. И у тебя здесь только две карточки. Тут-то нет контента. Ну, это просто заголовок. Но даже кнопки нету. Вот этой самой главной, яркой, заметной, самой важной кнопки, ради которой, в принципе, весь сайт делается. Скачать, купить билеты, зарегистрироваться, зайти, посмотреть нашу галерею. И самый главный призыв, ее нету. Есть какая-то кнопонька, которая потерялась, ты даже поиск скрыл. Решил сделать лишний клик. Вон в Инстаграмом люди поотваливались, не пользуются, потому что целый клик надо в сутки сделать, чтобы VPN запустить. Ты взял вот и свернул. Да, стало как будто бы классненько, стильненько. Но ведь этим пользуются не дизайнеры. Это сайт музея. Музея. Сюда не дизайнеры приходят. Я уверен на 100%, даже на 101, 102, 3%, что вот этот сайт гораздо больше зайдет людям. Обычным людям, которые хотят посмотреть, что тут есть. Какие-то галереи, почитать новости, посмотреть, что тут можно изучить. Тут много контента. Тут куда ни глянь, контент. Фотка, статья, фотки, фотки. И карточки разные. А у тебя же все карточки как одна. Просто под копирку, вообще без контраста. Все абсолютно одинаковые. А тут смотри, например, вот это вот какие-то статейные. Вот это, например, сделанные по-другому. Это в рубрике, в какой-то каталог, например, направление музея какого-то. Очень много контента. Тут прям заходишь и изучаешь контент. А у тебя заходишь и изучаешь дырки. Сюда не дизайнеры зайдут. Нет, это для портфолио классненько. Но если посмотреть, какая тут тема, вот это вот слово, оно-то все портит. Если бы здесь был какой-нибудь сайт архитектурного бюро, у которого там несколько проектов, тогда, ну да, что тут, где тут контент взять? Они там проекты, которые делаются несколько лет, здание вот это вот строится, оформляется. Тогда, да, вот раз, два, три, четыре, пять, и контент закончился. Но это же музей. Ты в музее, когда последний раз был? Там же так много этих инсталляций. И на стенах, и на потолке что-то висит. И просто там где-то в проходе стоит. И вот эти вот витрины, там и одно, и второе, и третье лежит. И картины там, там столько всякого разного добра. А у тебя просто нет контента. Вот просто смотри, у тебя на один экран четыре карточки. Четыре ты даже вот сюда пожалел. Ну понятно для чего. Потому что в портфолио мы делаем что-то асимметричное, интересное. Но в реальном проекте нет. Вот реальный проект. Вот этим сайтом люди будут пользоваться, вот этим не будут. Ну, во-первых, оно все одинаковое. Во-вторых, сильно мало контента. Ну нет. Вон есть карта. У тебя карты нет. Вот есть музей, который говорит, приезжайте к нам, вот как добраться. Мы вас ждем в гости. Где? Ну как добраться? Ты даже это скрыл. А что, две подписки? В одном экране нельзя делать две подписки? А это не подписка? Шуму этому господину. Шуму просто. Ребята, нельзя так делать. Вот это подписка. Прям выглядит поле, как поле, куда нужно напечатать текст и нажать на кнопку. Она улетит. Заявка. Появится какой-то попап. Спасибо. Заявка отправлена. Быважди на проводе. Это же ссылка. Почему она выглядит, как поле, в котором надо напечатать и нажать на кнопку? Это просто ссылка. Стрелочку вот тут вот ставим без всякого вот этого вот. Да тебя на курсе так научили оформлять ссылки? У них там, наверное, и круглые чекбоксы. Я прям не удивлюсь. Ну нет. Ну это прям реально подписка какая-то. Ну нет. Нет-нет. Кнопка должна быть кнопкой, ссылка должна быть визуальной ссылкой. Вон же у тебя ссылки. Вот же у тебя ссылки. Понятные, хорошие ссылки. Вот к такой ссылке можно добавить стрелочку. Ничего страшного, что будет ссылка с стрелочкой. Ничего страшного. Но ссылка должна быть визуальной ссылкой, а не полем для подписки. Пусть даже не для подписки, а для чего-то другого. Ну, нужно сюда ввести текст, а его не надо вводить. Карту убрал. Как добраться? Как? Как без карты добраться до музея? Это надо открывать другой сайт, чтобы узнать, где находится этот музей. Прикинь, надо другой сайт открыть, гугл какой-нибудь или на телефоне навигатор запустить, чтобы узнать, где вот эти вот координаты. Ну, ты придумщик. Короче, у тебя классно получается, и компоненты есть, это ты молодец. Получается классно, стильно. Ты, конечно, тут дырки для асимметрии поставил, но смотри, асимметрия и контраст это разные, ребята. Асимметрия это потрясающе, это сразу 70% успешного успеха. Но где твой контраст? Можно было сделать какие-то карточки круглые, какие-то карточки сделать от края до края вот на 2 ячейки или даже на 3 ячейки. Какую-то вообще психануть и сделать на 6 ячеек, можно какую-то на 4 сделать. Но сделать контрастно, а у тебя все просто как под копирку. Абсолютно все одинаково. Да, верстать такой сайт будет просто одно удовольствие. Я уверен, что верстальщик побежит за тряпкой, потому что у него уже под креслом потекло от такого макета. Он очень классно смотрится в плане верстки. Он такой ровненький, классный, все повторяется. Но нет, для живых людей нужен сайт, в котором есть контент. Вот, вот это сайт музея. Вот этим сайтом. Да, он может быть не на 100% современный, но им гораздо интереснее пользоваться. Тут много разного контента. Тут карточки разные. Тут карта в конце концов есть. И подписка видно, где подписка. И видно, где перейти и дальше почитать. Видно, что это поле подписки, куда надо напечатать. А это кнопонька, которую надо нажать. У тебя классненько получается кнопки нажимать. И красная строка есть. Одна вот эта вот, которая не дублируется где-то еще много раз. А одна такая ярко выраженная красная строка. Это ты молодец. Компонентами пользуешься классно. А что это? А что это за лопатофон? Что это за тройная раскладушка? Как его из кармана доставать? Вот так вот двойна руками подержать? Еще на локоть ложить? Вот так вот? Ты где видела такие пропорции у телефонов? Ну нет, ну вот, где-то так должно быть. Ну нет. Ну вот пропорции телефона. Да. Мы же не должны все экраны делать одной высоты. Мониторы небольшие, смартфон они же поменьше. Очень, очень огромные смартфоны какие-то у тебя получились. Вот смотри, вот это вот поле, куда мы печатаем и нажимаем на кнопку. А там это просто ссылки. А выглядит абсолютно точно так же. Не. И кнопоньки надо делать яркими, классными, заметными, чтобы их хотелось нажать. Иначе кнопки потеряются. Не. Смотри, ты для портфолио. Когда ты делаешь реальный проект, есть же два дизайна. Один для бехансеров, а второй для заказчиков. И надо делать такой проект, чтобы у заказчика бизнес процветал. Нельзя вот сделать вот так вот, например, в интернет-магазине. Потому что ты на 33% заказчику хуже продаешь товары. Про каждый третий товар, например, никто не знает. Понятное дело, что для портфолио в первую очередь надо делать асимметрию, что-то вот такое. Это понятно. Но в реальном проекте, конечно, я боюсь, что ты опять увлечешься вот таким вот современным чем-то. Но если уже увлекаешься, ты же увлекаешься не только с асимметрией, а с контрастом. Контраст нужен. Карточки абсолютно все под копирку. Это, конечно, скучновато смотреться. Получается хорошо. Научишься в контраст. И будет классно. Вот этот сайт, он для обычных людей, не для дизайнеров. Он прям сильно лучше. И контента больше, и контраста есть. Карточки побольше, поменьше. Карта, в конце концов, есть. Понятно, что подписка, что не подписка. Но вообще классно. Для первой работы прям вообще молоток. Супер. Для первой работы вообще идеально. Огонь. Дальше Дмитрий дозвонился с редизайном фастфуда. Интересно мнение, не получилось ли слишком скучно. А где вот это вот и все, пять бургеров. Сюда приходят голодные люди, а им только пять булок. Что это за размер? Что это? Еще 49, не 20, не 60, не 80. 49. Где ты такие экраны видел? 1920 надо делать, конечно же. У тебя все свернуто и сделано отдельными страницами. Но гораздо лучше будет вывалить все на одной и той же странице. Вот смотри. Видишь, как классно, когда мы пришли сюда голодными и видим сразу весь ассортимент. Нас не надо куда-то отправлять. Мы никуда не ходим, не загружаем никакие странички. А это сделаны просто якорные ссылки, которые скроллят к нужному разделу. Это же очень удобно. Или вот, например, тоже смотри. Горизонтальное меню, которое скроллят на этой же странице просто к нужному разделу. Это гораздо удобнее. И многие так делают. Вот это вот все вертикальное было бы классно сделать вот так вот горизонтальным и здесь оставить якорные ссылки. И при этом у тебя сразу освободится место на еще одни булки. Это у тебя в макете 5. У них-то будет, наверное, явно сильно больше. Может, они начнут с 5, но потом раскрутятся. У них будут там и двойные, и тройные, и одиночные с рыбой, и без мяса разные бургеры. А у тебя тут, конечно, всего 5, и это маловато. Поэтому, конечно, было бы сделать всю страницу сразу вот такую длинную. Контраста вообще никакого нет. Ну, нет. Ну, вообще не видно. Ховеры было бы классно показать. Аккуратненько. И вот, вот и приехали. Аккуратненько. Только тут как-то не очень. Ну, ВВ у тебя снаружи должно быть больше, чем снизу под меню. Или лучше сделать одинаково. Ведь это горизонтальное менюшко. Если бы у тебя был какой-то вот такой вот дивайдер, тогда до дивайдера одинаковые отступы. И тут какой-то отступ, который где-то будет повторяться. Но у тебя же нет дивайдера. Нету. А что кнопка такая огромная? 28. Это просто какой-то памятник кнопочный. Ну, нет, нет. Кнопка – это обычный текст. Просто обычный текст, вокруг которого прямоугольник для того, чтобы этот текст был лучше заметен. Чтобы увидели, куда нажать и скачать, зарегистрироваться, купить, отправить в корзину. Вот это главный призыв. Но не надо так карать. Этому тексту здесь очень тесно. Ну, очень. Сделаем 20. Это вот, а, у тебя автолая, вот это-то молодец. Тогда вот просто по десятке добавить. Даже здесь можно сделать 16, а тут даже 32. И вот будет, смотри, хорошая, горизонтальная, аккуратная кнопонька. Ну, не надо орать в кнопках. Ну, нет. Очень какие-то конские кнопки. Что-то контраста вообще нет. Наверное, для того контраста тут нет, чтобы не было видно, что они у тебя кривульки, да? Видишь, у тебя 8.8 до текстового контейнера. Но внутри текстового контейнера текст ниже с центра. И прям сильно ниже, сверху больше, чем снизу. Этот текст надо поднять выше. Надо бы сделать где-нибудь вот так, например, 6, а тут, например, 10. И тогда текст визуально станет ровно. Да, верстальчик немножко поплюется. В монитор ничего страшного, тряпочку купит. Но зато кнопка будет аккуратная, ровная. И не надо орать. Ну нет, ну где ты орешь так? Ну нет. Вот, нормально, хорошее. И нажим по центру ставить. Что у тебя? Куда уехало? И вообще нельзя контейнер ломать в кнопках. Во! Ну и контраст добавить. Что у тебя там? То оно есть, то и нету этого. Нет. Надо делать так, чтобы кнопку было видно. А так компонентами пользуешься, это ты молодец. Посмотри вживую сайты, как их делают, как делают навигацию на этих сайтах. И тогда ты поймешь, как сделать удобнее. А так-то у тебя тоже, видишь, не доделано. Доделывай, чтобы была полноценная работа, которую добавишь в портфолио. И лучше делать горизонтальное стики меню, которое будет фиксироваться сверху экрана, пока мы находимся в каталоге. Гораздо удобнее будет. А кто это такое классненькое прислал? Наташа, привет, недавний дизайн-проект. Буду рада услышать мнение. Ну классненько. А что это? Там что-то написано в стопроцентном зуме? Правда что-то написано? Девять пикселей. Девять, ну ты оптимистка. Пятнадцать на смартфонах делают. Пятнадцать, так они же перед носом. А тут метр до телевизора. И девять пикселей. Ну ты оптимистка. Наверное ключи в карман кладешь, когда окна моешь. А дальше где красота? А что, дизайн делали разные дизайнеры? Слушай, ну вот эту часть, вот досюда делал один дизайнер. А потом делал вообще совершенно другой дизайнер, который не посмотрел, что сделал верхний. Смотри, как тут все классненько. Тут есть вот такие вот закругления, которые стоят вплотную. Тут есть отступы, которые пересекаются в карточках. Все такое закругленное, классное. Да, ты теряешь целых две колонки. Это, конечно, прям катастрофище. Можно было запросто здесь вывести три карточки. Запросто. Ты теряешь две колонки. Ты меньше контента показываешь. Другое дело, что контента может быть немного. Модульные дома, их там каких-нибудь проектов 10-15 максимум разных. Поэтому в таком случае, да, там они рано или поздно закончатся. Вот всего четыре каких-то домика. Но все равно терять контент не дело. Лучше сделать карточки тогда пошире. Фотку сделать тогда понаряднее. Может вывести две фотки где-то. Может еще что-то вывести. А, кстати, какое-то оно конское. Ну, конское, да. Какие-то карточки прям огроменные. У тебя 806. Так 806 просто технически не влезет в экран 768. Ребзи, я уже сколько раз говорил. Слайдеры мы делаем 650 пикселей. Вот, смотри, популярный размер 1366, например, на 768. Получается вот такое. Сверху мы оставляем меню для браузера. То есть само меню с браузером, где ты пишешь адрес сайта, снизу будет какая-нибудь полоска винды или полоска макоси. Конечно, иногда ставить сбоку, слева или справа, и тогда здесь пусто. Но не всегда и так делают в основном айтишники. А значит, если вот это вот и вот это отнять, где-то здесь останется 650 пикселей. Это мы делаем для слайдеров. То есть слайдер должен помещаться в пределах по высоте 650 пикселей, потому что любые другие блоки люди умеют скроллить. Но умеют скроллить блок, когда контент один, а потом другой. А у тебя же здесь внутри карточки один и тот же контент. Это же вот все, оно все общее. И получается, что в экран оно просто не поместится. У тебя огромная карточка. Просто не вмещается в размер одного экрана стандартного. Да, надо делать пиксели на 150 меньше. Запросто можно поджать, сделать может быть в два столбика. Один столбик, второй столбик. Сделать может пошире, тогда место для двух столбиков будет еще больше. Ты теряешь вот эту вот одну колонку, и здесь одну колонку потеряла, и все, у тебя карточка разлетелась. Подробнее надо тебе в карточке, ведь все и так в принципе понимают. Все привыкли, что заголовок кликабельный, фотка кликабельная. А если у тебя карточка, открой любой интернет-магазин, там целиком вся карточка кликабельная. И вот это вот подробнее, оно просто шумит. Во-первых, оно повторяется много раз. Во-вторых, оно кучу места занимает. Можно было сделать вот это вот, убрать, а комплектацию где-нибудь поставить, например, если эти карточки будут пошире, делаешь заголовок, и где-нибудь вот тут вот посмотреть комплектацию, или прямо вот здесь вот кнопка посмотреть комплектацию. Ну как-то вот это вот уместить, чтобы вот это вот место сэкономить. Если эти карточки будут пошире, то запросто ты с этим разберешься. Посмотри, сколько у тебя пустоты. Ну, надо не пустоту оформлять, а контент. Видишь, из-за вот этой вот пустоты у тебя карточка разлетелась больше, чем на один экран. Это, конечно же, не дело. И не дело не повторять. Смотри, у тебя кнопки стоят вплотную. Очевидно, что если ты хочешь поддержать стилистику, то вот это надо делать с нулем. Вот, теперь смотри, как классно. Кнопка стоит к кнопке, и вот это вот повторяется. Вот есть эффект повтора. Тут, по большому счету, тоже можно сделать так же. Вот видишь, у тебя в одном месте что-то классненькое есть, а больше такого нигде нету. Тогда запросто можно тоже убрать вот это вот, растянуть и зафилить. Например, вот так. И сюда зафилить. Вот, смотри, какой у тебя будет классный эффект повтора. Тут повторила, тут тогда повторила. Если ты какую-то фишечку применила, надо ее повторять. Например, вот эта кнопка, да, это же кнопка. Кнопка, логотип ведет на главную страницу, это кнопка. Вот это, скорее всего, вызовет поп-ап обратного звонка, либо пойдет какой-то прям сигнал туда им в трубку. Это тоже все кликабельное. То есть тут, по сути, кнопки. А вот это, например, не кнопки, это просто плашки. И их можно не объединять. То есть тут уже по желанию. Ты сама аргументируешь. Либо ты делаешь вообще все впритык, повторяешь. Либо ты делаешь только кликабельные элементы. Если у тебя что-то кликается, две кнопки рядом, естественно, ты их делаешь вплотную. А если у тебя просто какие-то карточки, можно сделать и через отступ. Не обязательно ставить вплотную. А так это не заголовок, не название проекта. У каждого проекта должно быть какое-то название или артикул. А то как потом по телефону с ними обсуждать? Вот мы видели там за 50 квадратов. А если у них несколько таких проектов? Но даже если у них нет названия, тогда в принципе зачем писать вот эту вот общую площадь? Можно было просто написать, что 50 метров квадратных и смотри, сколько места сэкономить. Вот тут вот просто пишешь 50 метров квадратных, а тут пишешь посмотреть комплектацию. И вот это вот всего не будет. Вот. И если ты уже очень хочешь человека отправить или в поп-ап, или на какую-то страницу, через кнопку подробнее, сделай одинаково. Видишь, у тебя же тоже есть какая-то кнопка, которая отправляет куда-то. Делай однотипно одинаково. В общем, вот эти карточки сделать бы покомпактнее и может быть даже по три в ряд. Если у них всего 4 проекта, ну тогда да. Но в любом случае карточки растянуть. А если у них больше, чем 4, например, 6 проектов, тогда я бы сделал по 3 карточки, они бы точно поместились. Ты зря теряешь кучу места. Это же контентная область, а ты теряешь. И вот это, конечно, ну вообще не видно. Прям вообще вообще не видно. И до сюда было классно. Вот оно все такое, вот какое-то оно стилевое такое. Вот есть вот эти вот закругляшки, повторы классные. Смотрится клево и стильно. А потом, вот кстати у тебя, смотри, у тебя получился один эффект ради эффекта. Вот этого места у тебя больше нигде не было такого повтора. И вот это место. Видишь, вот такого места у тебя больше нигде нет. Его бы можно было вот здесь повторить. Например, сделать вот такую вот фотку. А здесь написать цену. У тебя был бы эффект повтора. А когда ты делаешь просто эффект, потому что ты где-то подсмотрела, и его нигде не дублируешь, то во-первых, бесится верстальщик. Потому что, ну, верстать вот просто один раз что-то, просто ради одного раза, а во-вторых, это все вместе не смотрится стилистически и целым. Понимаешь, у тебя здесь так, здесь так, там так, и все это как будто делали разные дизайнеры. А потом пришел и новый дизайнер, который вообще ничего не повторил. Вообще нет никаких эффектов повтора. Вот просто ничего. Просто вот сделано. Это вообще больше похоже не на дизайн. Вот эти все эти белые блоки. Они как будто это просто цветной прототип. Как будто дизайнера сюда еще пригласят. Ну, футер, в принципе, в стилистике сделан. Вот эти вот блоки бы доработать, вот в стилистике вот этих блоков. Вот первые блоки, они, ну, прям хорошо получились. Особенно вот эти вот карточки и первый блок. А все остальное, ну, как будто бы не отсюда. Ну, тут какие-то дырки, тут какая-то дырка. Учись повторять. Тут вот тоже это же кликабельные кнопки, значит, надо их сделать вплотную, а не через отступ. Телефон или e-mail можно сделать крупно, вот так вот написать. И тогда будет симметрично все это стоять. Например, e-mail крупно, а телефон снизу поменьше. Тогда здесь вот не будет вот этого. И будет какая-то такая симметричная композиция. А сейчас развалилась. Сейчас все перевешивается направо. И здесь огромная дырка. И отступы разные здесь. Такой отступ здесь. Такой, конечно, вот это. Чего? Писал об уже одним текстом. Вот. Если ты поднимаешь, тогда будет одинаково смотреться. Метка есть. Метка, видишь, потерялась. Потому что выглядит абсолютно так же, как и вот эта метка. А можно было бы делать, например, стилизовать, например, да просто букву e написать. Она бы уже выделялась. Вот делаешь букву e, и можешь даже эллипс какой-нибудь бахнуть, отправить на задний план. И вот тебе буква e, которая стоит. Только тогда ее надо темной делать. Или может наоборот цветастой. Не, ну тут метку уже какую хочешь делаешь. Но даже если делаешь такую метку, но она должна как-то выделяться. У тебя, наверное, проблема в том, что ты слишком зазумила карту. Ты так сильно ее приблизила, когда делала скриншот, что у тебя все эти метки просто мешают. И вот эти вот тексты, они очень большие. Они видишь даже больше, чем текст твоего контента. Не надо так сильно зумить карту. Не надо. Отзумь ее обратно. И тогда твоя метка выйдет на передний план. В общем, вот сюда вот не завезли дизайн. Вначале прям класс. Вот эти вот блоки, они прям класс. Да, классно. Но, естественно, контент одной карточки должен помещаться в экране 768. То есть карточку мы не делаем больше, чем 650 пикселей. Ну иначе что это за карточка, которую надо скроллить, чтобы посмотреть? Вот ты вот тут вот скроллишь, потом тут скроллишь. Ну вот представь вот так вот каталогом пользоваться. Тут поскроллила, тут поскроллила. Ну не, это неудобно. Когда вот так постоянно будет дребезжать сайт, потом в туалет идешь в припрыжку. И делай без дырок. Первые блоки прям вообще класс. Молодец. Дальше на проводе Екатерина с реальным проектом и филхугом. И тебе, филхуг. А где компоненты? Ну-ка, четыре раза одно и то же. Тут тоже какие-то есть повторы, которые ты раскопировала. Иконка же в конце концов повторяется. Стрелочки повторяются. Кнопка это ссылка. А почему у тебя ссылка выглядит как кнопка? Все новости это ссылка. Все новости это не глагол. Кнопка это призыв. Все новости тебе показывают, что на странице есть все новости. Вот есть страница со всеми новостями. Это не призыв. Скачать, купить, зарегистрироваться, открыть, отправить в корзину или перейти в каталог. Вот у тебя есть глагол. Это кнопка. Кривая, не фиолетовая. Но все-таки кнопка. А чего ты ее не балансируешь? Сверху надо делать меньше, а снизу больше, чтобы текст визуально выше поднялся. И, конечно, горизонтальное должно быть горизонтальным. Но ты же вытянула не потому, что ты вот привязалась к какой-то колонке. Видишь, ты же вот не поэтому вытянула. Ты просто вытянула и сделала сосиску. Сосиски только в рот. Вот горизонтальные пропорции. Если сложно понять, какая должна быть пропорция, я вот вывел формулу 123. 123. Получаются хорошие, компактные, нормальные кнопки. Не сосиски, а классные кнопки. Высота буквы. Тут таких 2 и здесь таких 3. И вот у тебя потрясающие кнопки. Классные, аккуратные кнопки. Только кнопки должны же видны быть. А у тебя синие. На синим, по факту, это тоже потерялось. И компоненты потерялись. И тут чуть не компонентишь ты, не слапаешь. Вон же, у тебя есть в компонент. А, это ты хедер за компонент. Вот, да, у тебя там иконки не компонентные. Да, иконки у тебя не компонентные. Тут-то как ты сделала не компонентные? А что это? Да, у тебя вот в прикол тягать столько слоев. Ну вот нажми Ctrl-E. Оп, и все. Сюда смотри, сколько слоев. Просто нажми Ctrl-E. А тут что-то как-то вот оно не стыкуется. Видишь, тут так вот прям ходит лесенкой. Ну, прям нет. Ну, голова кругом от того, как сильно оно не стыкуется. Если бы ты вот это подвинула, было бы ровненько. Возможно, тебе не нравится, что вот тут вот мало места стало. Но возьми ты адрес, напиши тогда. Например, дом перенеси. По рабочим дням замени на будни. Все знают, что значит будни. Это прям не иностранное, иностранное слово. Будни и так все знают. Поэтому у тебя будет здесь короче. У тебя вот этого всего не будет. У тебя будет хороший такой нормальный воздушный отступ. Такой же, как вот эти все. И будет смотреться хорошо. Ну, отступы надо уже сделать одинаковыми. У тебя слишком они разные. Видишь, насколько они разные. Тут бы дивайдер добавить, чтобы было понятно, а что у тебя там с отступами. Предусмотрел ты эти отступы или нет? Ну, каталог такой интересный, да? С асимметрией. Тут молодец. Смотри, я тебе футер подровнял. И теперь футер и здесь состыковался. И здесь состыковался. Смотри, а теперь Ctrl-Z нажимаем. Там футер гуляет. Тут футер тоже какой-то лесенкой. И тут футер тоже, не пойми, ни туда, ни сюда. Смотри, как классно. Можно просто взять и подружить футер со всем остальным контентом. Так что не стесняйся. Футер делать ровнее. Выглядит хорошо. Нет такого тяп-ляпа, который прям в глаза бросается. Пожалуй, только кнопки. Слишком сосиски. И синяя на синем, но она потерялась. Если у тебя нет другого цвета, вот у тебя есть какой-то цвет, но не факт, что ты захочешь им делать кнопки, тогда сделай белую кнопку. Вот видишь, как эту кнопку видно хорошо. Во-первых, теперь понятно, что вот это кликается. А это просто информативная штуковина. Это не кнопки. Потому что у тебя кнопки тогда были бы все вот такие. Вот. Или сделай белую. А что ты стесняешься? Сделай белую кнопку. Куда она там делась? Вон же белая есть. Видишь, как хорошо белую кнопку видно. Ничего страшного, что у тебя на темном белая, а на белом какая-то фиолетовая. Ничего страшного. Нормальная история, что у основной кнопки есть два цвета. Прям вообще нормально. Автолайя вот есть. Молодец. Молодчина. Хорошо получается. Опасно тут будет нажимать стопроцентный зум. Кто это такой опасный? Виктория. Первый проект сайта много раз переделывала все не так. А больше не будешь переделывать? Вот все уже, да? Уже прям все. Что это за кнопка? Что это? Рэмбо первая кровь. Что это за кнопка такая? 36 пикселей. Что это за памятник кнопочный? Зачем такая огромная кнопка? А тут что у тебя пазл не сошелся? У тебя компонент это фрейм. А автолайя вот это опция компонента. Должен был сойтись пазл. Что автолайя вот добавляем к компоненту. Тогда бы не было каких-то вот таких вот непонятных. Видишь, у тебя текст вылазит из какого-то контейнера. И теперь непонятно, докуда мерить отступы. Не добавляй налево. Вот смотри, тут тоже что-то. Видишь, какой-то отступ добавила. Автолайя вот добавила просто вокруг текста. Видишь, у тебя есть текст в автолайяете. И сразу у тебя стало кривенько. У тебя теперь тексты не стыкуются. А ты везде так делаешь. Вот тут вот смотри, видишь, внутри какой-то группы. А что это там? Картинка какая-то. А, вот оно что. У тебя тут, во-первых, два заголовка. Во-вторых, они стоят неровно. Пользуйся сеткой, чтобы выровнять все это, чтобы у тебя по центру стоял центр текста. А, во-вторых, два заголовка мешают друг другу. Не надо задавать два вопроса. Один вопрос. А лучше вообще не задавать вопросы, а давать ответы. Почему ты у человека спрашиваешь? Почему выбирает нас? Откуда он знает, почему вас выбирает? Ты у него спрашиваешь. Он к тебе пришел, чтобы ты ему рассказала, почему ты делаешь настолько нечитабельные тексты. 8,5 процентов. Ты везде добавила литерспейсинг. Везде на 8? Нет. Пока ты учишься, вот твой первый проект, вот пока ты 20 проектов не сделаешь, не добавляй литерспейсинг. Ты везде его пихаешь. Тут вообще на 10 процентов сделала читабельность хуже. Тут читабельность делала на... И, во-первых, еще разные значения. То 10, то 8,5. Не добавляй литерспейсинг, буквы разлетаются, и контраст между словами. Потом сложно понять, где у тебя слово заканчивается, а где у тебя буква просто отодвинута. Когда у тебя все стоит на 100%, в смысле на 0, тогда понятно, где одно слово, где другое. А когда ты раздвигаешь, тогда теряется вот этот вот пробел между слов. И читать это просто некомфортно. Во-вторых, у тебя тут еще и вот эти пиратские флаги. Если у тебя текст вот такой вот, когда 50% текстового блока просто сперли бабки Наждановича, то значит ты уже куда-то не туда свернула. Может надо сделать 3 текстовки. А если у тебя 4 и все надо оформить, ну сделай ты тогда 2 плюс 2. Или сделай ты, например, 2 какую-то фотку, а потом ниже еще 2. Но если ты уже видишь, что у тебя вот такие вот стихотворения, когда у тебя в тексте помещается по одному два слова, это стих. Я так называю. Текст визуально он как стих. Это, конечно, прям катастрофа. Так делать нельзя, не издевайся над текстом. Никогда не добавляй литроспейсинг. Не добавляй. Тут тоже очень сильно зазумило карту, и вот эти вот слова, они стали крупнее, чем твои тексты. Ой, вообще читабельность просто собрала чемодана. Если уже делаешь какой-то блюр, то делай блюр, а ты еще вот... А, так ты блюр-то не делала. Если ты уже делаешь блюр, то делай бэкграунд блюр и делай его побольше, понаряднее. Во, смотри, у тебя и фон как-то там просвечивается, и читабельность подняли. Вот теперь подняли. Теперь вот видно и одно, и второе, тут и абзацев нет. Вот тебе нужно посмотреть какой-нибудь ролики про типографику. Только же преподавателя починить надо. Смотри, какая здесь катастрофа случилась. Просто делаем контейнер шире, и тогда вот это вот можно будет сделать по левому краю. Это сюда, и приподнять все выше. И станет сразу хорошо, как только ты выберешь весь литроспейсинг. А по-хорошему можно откатиться назад и просто снять выделение, ведь тебе нужно будет здесь и дефис расставить, и предлоги попереносить. Снимаем выделение и делаем ровно три клика. Запускаем плагин с Боу Типограф. Два клика? Два... Я всегда говорю три, а их два? Два... Два клика! Два клика, прикиньте! 205 недоразумений. Ты на всем сайте все починила, и потом верстальщик забирает твои оттипографированные тексты в верстку. На сайте будут оттипографированные тексты, а ты сделала просто два клика. Даже не три, а просто два. Есть одна небольшая особенность. У сбоу типографа все приводится к одному стилю. Вот смотри, у тебя здесь было что-то красным. Видишь, у тебя внутри одной текстовки были разные стили. А сбоу типограф все приводит к одному. Надо про это не забывать, чтобы потом обратно перекрасить. 205 неразрывных пробелов. 205. Вот в чем фокус? Популярный вопрос у нас на обучении. А в чем фокус? Ты вот вроде бы показала, что тут мы печатаем текст. Но почему мы печатаем текст таким же цветом, как подсказка? Или почему у тебя подсказка такая же, как обычный текст? Подсказка должна показывать. Тут надо напечатать. Чем отличается выпадающий список от инпута? Там мы печатаем. А тут не надо ничего печатать. Там нужно выбрать из списка. И там текст он уже финальный. Он уже на 100% залит цветом. А там где подсказка, там он должен быть бледным, чтобы было понятно. Тут надо напечатать. Вот. Теперь понятно. Таким текстом печатаем, а такой текст в подсказке. И когда мы печатаем, ну, скорее всего, что-то происходит с обводкой. Может, он становится вот такой. Но это уже какой-то цвет ошибки. Может, он становится даже черный. А чего нет? Вот это вот поле, оно должно визуально отличаться от обычного состояния, когда мы печатаем. Тебе нужно посмотреть про типографику. У тебя вот слишком нет времени, чтобы три клика нажать, три клика и все предлоги перенести. Представляешь, три клика. Просто запустить плагин с Болтипограф и на всем сайте навести красоту. Тексты не читаются. Вот тут вообще. Прям вообще нет. Вот, полась по санитам. Посмотри. Текст, изображение, текст, изображение, текст, изображение, текст, изображение, текст, изображение. Везде сначала текст, потом изображение. Слева, справа, сверху, снизу. Неважно. Иногда мы ставим изображение под текстом. Но тогда, видишь, какая тут околооднородная картинка. И не мешает сюжет. А у тебя все залезло. Видишь, у тебя вот прям кисточки в текст попали. Тут тоже тычет. Вот если бы у тебя какое-то вот такое вот место было, и здесь текст написало, Няма базар Ну у тебя же видишь Такое изображение Которое Тут конечно прям Ну не к месту Наверное надо Просто другое изображение Или ставить фотку А под ней текс Писать и без letter spacing Твоя вот первая задача Отказаться от letter spacing И не делать налево и направо Вот эти вот лишние контейнеры Видишь у тебя тут Какой-то лишний контейнер Тут тоже И тут вот видишь Какой-то отступ По которого тут По идее не должно было быть Тут тоже что-то намешало Какие-то лишние контейнеры Не добавляй лишние контейнеры Не надо И letter spacing не надо. Вот попробуй следующий макет делать без лишних контейнеров и без letter spacing. И компонентами пользуйся 9 раз одно и то же. И кнопочки. Пожалуйста, 36 это очень много. Это две кнопки по 18. Вот 18 это потрясающая кнопка. Если ты вот мне не веришь, просто открываешь любой сайт, вон смотри, сверху кнопка. Вот делаешь скриншот. Ставишь рядом со своей и понимаешь, насколько у тебя конская кнопка. Видишь, насколько две кнопки поместятся. Две в твоей одной. Поэтому не делай так. Если ты вот не знаешь какой-то элемент и спросить не у кого, просто открываешь несколько сайтов, делаешь скриншоты, ставишь рядом несколько элементов и понимаешь, что вот среднее значение то, что надо. Так что следующий проект. Делай с компонентами и без letter spacing и без лишних контейнеров. И ты обалдеешь, насколько у тебя сразу все будет аккуратнее смотреться. Вау, кто это так психанул? Что за псих у нас тут? Денис, ну ты опасный дядька. Первая работа, нигде не учился, никаких курсов. Методом тыка вот такое ты собрал в первой работе. Ребзя, вы помните свои первые работы? Вау. Шум этому господину. Не, ну классно получается. Слушай, и кнопочки нормальных размеров, да? Нормальных же. Ну, 16 пикселей, классненько. И всякие стильки показал. И всякие состояния. Ну ты молодец. И даже есть второстепенный оттенок. Вот человек понимает, в первой работе понимает, что не надо все делать на темном, просто белом, потому что глаза потекут. Он вводит второстепенный оттенок, который помогает снизить нагрузку на глаза в темной теме. Только странно, здесь такое, здесь такое надо же одинаково делать. Ну вот, теперь одинаково. А чего это? Чего? Вдруг ниоткуда не возьмись, оно стало белым. И тут тоже что-то то так, то сяк. Или это типа ховер? Тогда непонятно. Курсора-то нет, значит не ховер, значит просто слетел стиль или чего? Надо же повторять. А почему не компонентом-то в принципе? А где у тебя? Аааа, ну первая работа. Понятно. Методом тыка, может быть во второй работе начнешь все делать фиолетовым. Прикинь у тебя сколько всякого разного повторяется сто тысяч пятьсот миллионов раз, и ты это не компонентишь. А это, ооо, не, ну это зашкварный зашквар. Во-первых, Хлорум Ипсум это прям лютая какаха. Это вообще так нельзя делать. Веб-дизайну не плюг никогда в душеньку. И тысяча двести тридцать пять нельзя делать на столько длинные строки. Нельзя, потому что их читать некомфортно. Где-нибудь восемьсот пятьдесят пикселей, не больше. Потому что если тут будет много текста, уже в который раз объясняю, то вот тут вот в конце ты не будешь понимать, на какую строку нужно будет перейти в следующий раз. Понимаешь, в чем прикол? Вот это давайте уберем. Вот смотрите, мы читаем-читаем, и вот отсюда куда вести взгляд? Вот сюда, вот сюда, вот сюда, и ты начинаешь спотыкаться. Потом идешь обратно туда, чтобы вспомнить, где ты только что был, и ты уже тут не можешь сообразить, а что ты только что читал. И в итоге ты каждый раз постоянно будешь так спотыкаться. Возможно, если тут будут какие-нибудь абзацы... А у тебя не настроены абзацы? Как так? Вот, если у тебя будут какие-то абзацы настроены, то они помогут тебе состыковать конец сначала. Но если строк будет много в абзаце, это просто невыносимо будет читать. Поэтому восемьсот пятьдесят пикселей. Открой любой сайт-статейник, который рассчитан на миллионную аудиторию. Любой, просто где новости. Просто посмотри, какая там колонка текстов. Никогда не делай настолько длинный, и тем более вором ипсом. Ну, у тебя тут даже не английский интерфейс, у тебя же тут все по-русски. Ну, вставляй уже какой-нибудь русский текст. Ну, русский текст рыбы уже хотя бы не будет выглядеть. Ну, что это прям, ну, вором. Ну, нет, нет. В портфолио вором ипсом нельзя. М-м, нельзя. Вот так классно, молодец. Единственное, знаешь, что ты же вот отправишь человеку на верстку, а у него комп сгорит. Хе, ну нельзя столько элементов отправлять человеку верстальчику, ведь у него не такой нарядный комп, как у тебя. Надо все это дело делить на страницы. А ты еще и две темы бахнул. Пипец ты мой герой. Шуму этому господу. Он еще и две темы бахнул. В первом же про... Если бы тут было все фиолетовое, я бы отправил тебе молочную шоколадку. Прикиньте, как человек психанул. Короче, делить надо на страницы. Ну, нельзя так много всякого разного показывать сразу. Дели на страницы, потому что, ну, не отриндерится это все на компе верстальчик. Он же не в Пентагоне работает. Это во-первых. Во-вторых, вот эти вот штуки не надо делать. Уже не надо. А вот видишь, ты сделал крупно, чтобы издалека было видно, где какая страница. И то сливается, вообще не видно. Вот, лучше используй. Секция. У них же теперь тоже все это дело зумится. Вот смотри, просто подписал, и видишь, как оно клево зумится. Сразу видно, где здесь новый курс по фигме. Сразу видно. Видишь, все вот эти заголовки у секций, они зумятся. И поэтому не надо больше вот этим вот заниматься. Не, не надо. Ты видишь, вот эти иконки еще тут несколько раз сделал, просто чтобы они шумели. Они же тоже рендерятся. И видишь, сколько раз они повторяются. Все, что повторяется. Если убираем и смысл не меняется, надо убирать. Ты, конечно, вообще поразил. Молоток. Огонь. Дай пять. Дальше Евгения прислала отдельное спасибо. Кто хочет почитать целиком, ставьте на паузу. Я уже зачитался. Она прислала боевой, такой боевой сайте, который сделала сама себе. Этот сайт нужен ей, и интересно ей наше мнение. Но, Евгения, я буду откровенным. Хорошо, ты там присядь. Не обижайся, не расстраивайся. Но это не сайт. Это вот на нас несется фура дальнобойщика, у которого вот этого все лобовое в этой цыганчине. Тут надо половину элементов убирать. Что самое главное на сайте? Для чего его делают? Чтобы товары покупались. Брально, чтобы человека бизнес процветал. А смотри, ты спрятала поиск, который вообще не видно. Вообще не видно. Но зато куча каких-то вот этих вот декоративных элементов. Нет, ну уже ж не 2014 год. Уже 24, наверное, когда вы смотрите этот ролик. Если не подписаны на бусте и не смотрите на два месяца раньше. Ну нет, ну нет. Половину элементов надо убирать. Ну вот какой вот толк от этих вот вензелей? Ты покажи контент. А видишь, ты показываешь оформление сайта. Нет, надо контент показывать, а не вот эту субъективщину, декоративщину. Даже вот здесь посмотри. Вместо того, чтобы оставить один кругляш для первого набора слайда, для второго еще один и еще один, ты показала их тройными. Ну, мол, вот здесь вот приедет сразу три слайда. Да какая разница, сколько приедет? Мы же так видим, сколько их тут располагается. Просто покажи, что там есть еще одни слайды. Не надо вот так вот настолько детализировано вот это вот передавать. Не надо. Лучше контент оформляй. У тебя смотри, тексты малюсенькие такие. Это же преимущество. А у тебя видишь, какие малюсенькие тексты и при этом какая огромная декоративщина. Надо просто половину убирать. Ну нет. Ну люди зайдут на такой сайт, они, во-первых, ничего не найдут, потому что навигацию ты спрятал. Иконки просто не разобрать. Они все сливаются. Тут, наверное, надо было убирать вот эти вот прямоугольники. Как-то там компонентами пользуешься. Это ты молодец. В общем, прямоугольнички вот эти вот убрать. Цифры вообще не видно. Белые на желтом плохо контрастируют. Скорее всего, лучше черным сделать. Тогда контраст появится. Вот и контраст привезли. Надо делать так, чтобы сайтом было удобно пользоваться. А не показывать, насколько автору сайта нравится венделя. Нет. Ну нет, ты же сайт делаешь не себе. Да, конечно, для своего бизнеса ты будешь сюда заходить, в админке, наверное, лазить, контент наполнять, новости там читать, заполнять на комментарии, отвечать, что-то там делать, настраивать товары. Но сайтом пользуются будут люди, которые несут тебе деньги. Они увидят вот эту вот декоративщину и просто понесут конкурентам. Ну нет. Посмотри, какие сайты вот эти вот миллионники. Вот давай. На Валдбересе только товары. Вообще никакой декоративщины, никакого оформления сайта. Здесь тоже на зоне только товары. Алиэкспресс вообще упростили. Посмотри, насколько он стал простым. Чтобы люди зашли и сразу нашли товар и оставили тебе деньги, чтобы у тебя бизнес процветал. Но зачем тебе вот такой сайт, от которого ты будешь балдеть и которым не будут пользоваться? Может, надо по-другому приоритеты расставить, а? Тут надо сначала убрать каждый второй элемент, а потом из того, что останется, еще убрать половину элементов. И вот тогда уже, может быть, будет да. Надо делать так, чтобы сайтом было удобно пользоваться. А тут еще фотографии какие-то такие неестественные. Наверное, нагенерировала в Миджорне, но они какие-то вот такие неживые. Вот, если уже что-то показываешь, показывай уже с какими-то элементами. В вазу поставив, в книжке положи. Вот, смотри, как классно. Шкаф открываем, и там есть элементы. То есть, человек уже представляет, как бы он мог туда свои вещи расположить. А тут он даже не понимает, а что сюда влезет. Потому что не понимает, какой здесь масштаб у этого пенала. Понимаешь? Вот, видишь, как классно, понятно. Ага, тут вот книжки. Вот он понимает. Ну, книжки есть дома. А это что, копипаста, да? О, просто скучная копипаста. Зато через компоненты. И то не везде. Ну, нет, 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 нет. Сайт надо... О, вообще компонентов нет. Надо переделывать. Каждый второй элемент убрать, а потом еще раз убрать каждый второй элемент. Надо контент оформлять, а не оформление сайта показывать. Ну, нет. Вензеля, ну, нет. Нет. Ну, нет, нет, нет. Еще до нас наконец-то дозвонилась Варвара Елена. Несколько страниц сайтов продажей тревел-гайдов на конкурсной основе. Будет рада услышать мнение. А конкурсная основа заключалась в том, что несколько дизайнеров делали сайт сразу вместе. Ну, как-то блоки не подружило. Даже вот смотри, и стили разные. Смотри, тут такой шрифт, потом вообще другой шрифт. Потом вернулись к этому шрифту. И почему-то они разные по размеру. Ладно, по цвету, но по размеру-то почему они разные? Это же полноценный самостоятельный блок. Это не какая-то карточка, не какой-то там баннерок, который вот такой вот маленький, вроде как здесь. Видишь, это просто вот какой-то баннерок, внутри которого текст можно сделать поменьше, потому что это просто карточка. А это полноценный блок, самостоятельный. И в иерархии он точно такой же, как этот. Тогда спрашивается, почему вот тут вот настолько больше заголовок блока? Ведь это абсолютно то же самое в иерархии. Очень тесновато. Этот же ролик, по идее, выйдет уже после того, как вы посмотрели три новых ролика про сетки. И вот я в этих роликах про сетки рассказал, как чинить вот это ВВ. Потому что тут ВВ просто собрало чемоданы. Текст, описание в первую очередь относится к заголовку. Это пояснение, что же там будет. А уже потом все вместе они относятся к фотке. А тут ВВ просто собрало чемоданы. ВВ внутреннее, внешнее. Если вдруг кто до сих пор не запомнил, как мы называем ВВ. Тут такое описание, здесь такое описание. Как-то оно вообще, ну нет. Что-то ты совсем тут, ксерокс у тебя барахлит. Смотри, какой огромный отступ от заголовка до контента. А здесь вот, видишь? Может быть у тебя вот здесь вот отступ 80. И здесь тогда 80. Но он же не 80, а 100. И что у тебя с контейнером? Нельзя вообще никогда так делать. Нельзя вот сюда вот нажимать. Нельзя ломать вот эту вот заводскую обводку текста. Нельзя, потому что отступы будут совершенно другие. И в верстке будут другие отступы. Нельзя так делать. Вот сюда нажимаем. Либо вот сюда, если у тебя какой-то столбик текста. Вот сюда вот нажали. И тогда, если у тебя были какие-то переносы, тогда нажимаем вот сюда, и будут несколько строк. А если в одну строку, то вот сюда. Или автоширина, или автовысота. Но вот сюда не нажимаем. Особенно в заголовках. В каком-нибудь вот таком блоке... Почему ты его разломал? Почему они у тебя отдельно стоят? Надо абзац настраивать. У тебя же абзац не настроен. Ну вот видишь, тут у тебя стоит ноль. А ты должна показать абзац. А он-то у тебя не нулевой. Надо вот это делать вот здесь вот. И настраивать абзац. Ховеров нету. Что делать верстальщику непонятно. Но это ладно. И ромашку, может быть, можно было сделать как-то вот побольше, покрупнее. А он же тут все-таки основной. Да, ксерокс тут барахлит. Вот этот вот эффект просто ради эффекта нигде не повторяется. А что с контейнером? Никогда не ломай контейнеры. Что происходит? И фотографии нельзя плющить. Ну самолетик, это херовато. Как будто бы самолетик должен был быть вот какой-то вот такой. Можно запросто проверить. Тут должен быть не кроп, а фил. Кстати, про ролик же тоже этот прописал. А, этот ролик, наверное, вы еще не посмотрели. А может, посмотрели. Вот почему нельзя использовать кроп. Потому что у новичков потом вот такие вот фигуры получаются. А на самом-то деле, здесь она должна была быть, судя по всему, совершенно других пропорций. А что это? Это вот так вот. Вон, видишь, вон какие пропорции должны были быть. А ты сплюснула самолет. Что-то тут вообще прям супер неправильно у тебя что-то происходит. Ну надо рамку обрезать. Рамку по фигуре. Зачем ты тягаешь вот столько пустых пикселей? Нет, ты как-то неправильно подготавливаешь макеты. И надо повторять. Ксерокс барахлит. Учись повторять. Не заводи новые стили. Тут такой шрифт. Тут почему-то такой шрифт. Тут такой вот. Там такой. Очень много текстовых стилей. Ты просто не найдешь верстальчика, который все это сверстает. Но очень как-то вот оно прям тяжко будет верстаться. Потому что, ну, миллион стилей. Тут композиция сломалась. ДТП произошло. Видишь, текст заехал в сюжет. Вот это вот главный сюжет. Что ребята идут. А смотри, какая здесь пустота. Значит, этих ребят было бы классно куда-то подвинуть. Значит, сюда проваливаемся. Выбираем что? Вот это. И смотрим, можем ли. А можем, да. Запросто взяли вот эту вот фоточку. Пододвинули. Пропорционально. Никогда не ломаем непропорционально фотки. Вот, смотри. Теперь и вон там все будет прекрасно читаться. Вот это вот можно взять и пододвинуть вот сюда. И отступы сделать здесь повоздушнее. У тебя очень маленькие отступы. Видишь, ВВ сразу ломается. Внутри у тебя больше, чем снаружи. А должно же быть наоборот. Видишь, текст относится к заголовку. И только потом он относится уже к границе этой карточки. Вот просто ради текстовки ты испортила фотку. И тут тоже ради текстовки, просто чтобы она читалась, испортила фотку. Во-первых, на цветном, просто белом писать много текста нельзя. Глаза потекут. Надо снижать контраст, чтобы на глаза все это дело не давило. Тогда читать это будет покомфортнее. И не портить фотки. Вот там уже было хорошо. Смотри, какая классная яркая фотка и рядом текст. А тут ты просто ради текста угрохала фотку. Вообще не видно, что там сделали на заводе с этой фотографией. Непонятно. Тут тоже вот фоточка просто какая-то темная, мрачная. Тут тоже ничего. Вон он показывает. Смотри, где я сижу. А не видно, где он сидит. А было бы классно, чтобы было видно. Пытаешься асимметрию делать, это ты молодец. Настроишь ксерокс и вообще будешь молодец. Компонентами пользуешься. Ну, как будто бы и пользуешься. А как будто бы и нет. А что здесь случилось? Вот же. Амстердам. Амстердам. Тель-Авив. Тель-Авив. А что? Как это он здесь оказался? Он вон там должен быть. Ну, нет. Версталичка не найдешь. На такие телепорты. Тут же вот нормально. Было нормально. Было нормально. А в середине что-то ДТП какое-то. И может как-то серовато. Путешествие. Это же эмоции. Смотри, какие яркие, сочные фотки. Там, где фотки есть, там ярко и сочно. А где фоток нету или где они есть, но их чуть-чуть обработали. Смотри, как тускло, мрачно, серо. Люди хотят выбраться из своих вот этих серых будней. Куда-то попутешествовать. Получить эмоции. А тут... Может не надо так серенько делать. То, что у тебя там вот есть шум. Ну, это клево. Но, может, чересчур серенько. Настраивай ксерокс. Кнопки нажимаешь, компонентами пользуешься. Молодец. Ксерокс настроишь, и макеты твои будут еще лучше. Инфа сотка. Вау. А мы снова все работы посмотрели. Всем желающим открыли, глянули. Ну, круто. Тут, конечно, кто-то по две работы присылает. Ну, тогда в таком случае смотрим первую. Не наглейте. Всем же хочется. Ну, огонь. Ну. Полезно было? Поддержите. Вам не жалко, а мне сами знаете. Приятно. Спасибо каждому, кто находит время поддержать канал своей активностью. Скоро увидимся, услышимся. Главное, помните. Цените момент и компонент. Фил Хук. Антон, ну почему ты вот настолько неаккуратно, непонятно делаешь? Ну, ты же не завещание готовишь. Ну. Хе-хе. Дальше Дмитрий на проводе сделал редизайн фастфуда и неинтересно ваше мнение. Что? Показалось. Ёбушки, воробушки. 36. Топы. Филансики. 1. 3. 3. 3. 4. Большой. 5.